Ставропольский край, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Адыгейская, Кабардино-Балкарская, Калмыкская, Карачаево-Черкесская, Дагестанская, Ингушская, Северо-Осетинская и Чеченская республики. Производственные компании в продовольственном и непродовольственном сегменте. Представители торговых сетей, оптовых баз и розничных магазинов трёх федеральных округов. Банки, юридические, консалтинговые и страховые компании. Так началась первая выставка, объединившая более 140 представителей строительного и аграрного сектора экономики. Производители продуктов питания, одежды, поставщиков сельскохозяйственной и строительной техники. Выставочных площадей хватило, однако пришлось воспользоваться и парковой зоной. Там разместили тракторы и комбайны «Ростельмаша». Все три этажа Банковской академии заполнены продукцией. Каждый старается произвести самое лучшее впечатление. Ведь от этой выставки зависит будущее компаний на крымском рынке сбыта. Чеченские производители привезли продукты питания, которые входят в потребительскую корзину. Консервацию, молочные и мясные изделия, соки и минеральную воду. Наша компания производит, то есть консервный завод «Лидия» производит халяльную продукцию. Что значит халяльная продукция? Без всяких химикатов, ГМО и остальное все эти ненужные химикаты. Поэтому качество, как вы знаете, как и все потребители знают, оно настолько высокое, что один раз попробовал, они чувствуют, что натуральный продукт. Наши ближайшие соседи – торговый дом «Суворовский редут». Компания специализируется в области технологий поставок сырья, ингредиентов и инвентаря для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Всего более 6 тысяч наименований. Мы помогаем выпекать тонны хлеба, готовим, помогаем делать молочные продукты и кондитерские изделия. Мы предоставляем услуги по обучению, мастер-классы, семинары, по внедрению новинок. Сложностей нет. Открыты как руководство Республики Крым, так и производители крымские. Идут на диалог, на контакт, они нас ждут. Не обошли вниманием крымский рынок и светотехнические компании. «Интесса» специализируется на светодиодных светильниках. Основной рынок сбыта – промышленные предприятия, складские хозяйства, офисы, банковская сфера, сфера услуг, торговля и уличное освещение. Наша продукция имеет ряд отличительных особенностей, но основное отличие – это уникальные технические, технологические решения, которых нет ни у кого из всех известных, по крайней мере, нам, конкурентов. Более того, мы даем потребителям гарантию качества не менее трех лет. И мы готовы рассматривать более для крымских предприятий и учреждений расширенную гарантию до пяти лет. От внешних поставок Крым зависит на 70%. И проще всего организовать такие поставки из регионов, которые находятся в территориальной близости к полуострову. Одновременно необходимо вывести крымских производителей на российский рынок. По справедливости, скажем, Крым вошел в большую многонациональную семью Российской Федерации. Мы сегодня готовы работать с Республикой Крым и городом Севастополя в плане экономического сотрудничества. Опыт в этом плане у Чеченской Республики большой. Вы знаете, что мы восстанавливаем Республику с руин, поэтому есть нам чему поучиться, скажем, в плане взаимодействия. Мы очень рады, выставка стартовала, все участники заявленные приехали. Гостей много, друзей много, партнеры тоже оказались довольно-таки солидными. Есть предварительные договоренности. Допустим, вот завод Гаджиева заключил с нашим севастопольским заводом уже на первой поставке оборудование для судостроительного ремонта. Никаких ограничений для участников выставки «Крым-Юг-Россия» организаторы не делали. Представить свою продукцию мог любой российский производитель из Северокавказского, Южного и Крымского федеральных округов. Ксения Багинская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.